Уроки по изучению Библии Американский съезд в Солт-Лейк-Сити, штат Юта Взбудоражены были все средства массовой информации Во-первых, они ходили по домам Солт-Лейк-Сити является родиной мормонов, которые известны тем, что сами ходят по домам На этот же раз стучали в двери их домов Они были шокированы Но это было еще полбеды, дальше больше Южные баптисты осмеливались открывать свои Библии, читать и проповедовать о повиновении Либеральная пресса безумствовала Можно было подумать, что настал конец света Южных баптистов в буквальном смысле освистали Их обливали грязью, распинали в своих статьях Те, кто более всех пропагандировал терпение, оказались самыми нетерпимыми Повиновение – такое простое, безобидное слово И что же вы слышите в ответ, когда произносите его Отвержение, сопротивление, сжатый кулак перед вашим лицом Только скажите его И тут же немедленная война Разумно ли это слово? Да Библейское ли это слово? Да Это невинное, библейское, безобидное слово Более чем какое другое высвечивает эгоизм нашего общества Это относится и к тем, кто считает себя религиозным И к тем, кто отвергает религию Вспомните наш второй урок С плюс П равно ПС Смирение плюс повиновение равно покорные слуги К смирению мы относимся с теплотой Покорность же заставляет кровь стыть в наших жилах Повиновение политически некорректно Нам нравится смирение, но нам не нравится повиновение Однако о смирении не написано ни одной маломальски стоящей книги О повиновении я вообще не встречал ни одной книги Этот урок должен бы идти третьим в нашей серии Но многие, наверное, прекратили бы слушать, как только бы встретились со словом повиновение Я надеюсь, за все уроки мы достигли достаточной зрелости, чтобы, по крайней мере, задуматься над ним Смирение – это средство, а не конечная цель Вы смиряетесь, чтобы повиноваться Смирение и повиновение производят слуг Сэмюэль Уильберфорс писал Христианство можно вместить в четыре слова Признание, повиновение, самоотдача и передача Все понимают важность самоотдачи, но чтобы полностью отдаться, нужно повиноваться Отвергая повиновение, вы губите самоотдачу Наша проблема людей – это проблема повиновения Самое главное в жизни – научиться повиноваться Поклонение, по сути, это повиновение Человек создан по образу Божьему Говорится в 26 и 27 стихах первой главы Бытия Мы должны уподобляться Богу, уподобляться Иисусу Библия являет нам Бога как Божество, то есть Троицу Отец – Бог, Сын – Бог и Дух – Святой Бог Они в равной степени Бог Повиновение не имеет отношения ни к превосходству, ни к неполноценности И все же в Троице видны четко разграниченные роли и ранги Ключом к Троице является повиновение Иисус молился о том, чтобы наше единство было как у Троицы 17 глава Евангелия от Иоанна с 20 по 24 стихи У нас нет единства, потому что мы отвергаем повиновение Единство без повиновения – фарс Суть Троицы – повиновение Повиновение – основополагающий библейский принцип Повиновался Сын Написано Христу глава Бог Сын подчиняется Отцу Среди равных существует подчинение Сын пришел, чтобы исполнить волю Отца Сын, обливаясь кровавым потом, молился в саду «Да будет воля Твоя» Евангелие от Матфея 26, 42 Прежде чем стать прославленным, Иисус должен был повиноваться Филиппийцам 2 глава с 5 по 11 стихи Крест – самая великая наглядность во все века У Иисуса был крест, у меня есть крест Он понес свой, я должен нести свой Вот это абсолютное вечное утверждение, сделанное Писанием Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог 1 Коринфянам 11 глава стих 3 Мы должны принять это Повиновался Дух Святой Он, так сказать, закулисный член Троицы И роль его анонимна Иисус дал нам Духа Евангелие от Уанна 14 глава 16 и 26 стихи А также 16 глава 7 по 15 стихи Все, что Иисус обещал апостолам, было исполнено в Духе Роль Духа состоит в прославлении Сына Когда внимание перемещается на Него, Он уже не может исполнять свою роль Дух сегодня пребывает в смущении из-за всей этой суеты вокруг Него Любое учение, которое привлекает внимание к Духу в ущерб Сына – богохульство Повиновался также и Отец Он передал Сыну всю власть на небе и на земле Читаем мы в Евангелии от Матфея 28.18 Отец поставил Иисуса выше всего главою церкви Ефесиным 1 глава с 19 по 23 стихи Сын правит Одесную Бога, говорится в послании к Евреям 1.3, 1 Петра 3.22 и в Деяниях 2 главе с 34 по 36 стихи Выражаясь по земному, Отец передал дело Сыну Когда смерть истребится, Иисус передаст Царство обратно Отцу Об этом мы можем прочитать в 1 Коринфянам 15 глава с 24 по 26 стихи Слово «царство» требует повиновения Троица существует в повиновении Ключом к жизни является повиновение и точка Все мы повинуемся чему-нибудь Мы можем и не знать этого Мы можем не признавать этого Чтобы поставить людей на ноги, нужно опустить их на колени Итак, покоритесь Богу, сказал Иаков в своем послании в 7 стихе 4 главы Человек свободен выбирать себе господина Мы можем выбрать Бога или Сатану, Христа или себя Наш выбор имеет последствия – благословение или проклятие Нас шокирует, когда какая-нибудь знаменитость умирает от передозировки наркотиков Это случается потому, что этот человек покорился наркотикам Нас могут подчинить деньги, секс, гордость, политическая корректность, работа, хобби, глупость или праведность Подчинение не обязательно таит в себе угрозу Оно может быть нашим величайшим благословением Подчинение может освободить, а может и поработить Подчинение может быть мудростью или глупостью Когда мы подчиняемся чему-то одному, мы отвергаем другое Если вы холостяк, то, значит, неженаты Выбирая для себя брак, вы прощаетесь с холостяцкой жизнью Насилие сейчас так распространено, потому что мы не дали молодым людям дело, которому бы они подчинили себя Человеку нет удовлетворения, пока он не подчинился чему-то или кому-то Пусть это политически некорректно, зато библейски корректно Иисусу угоден лишь один ответ Повиновение Никто не бывает в полном смысле слова свободным Общество требует повиновения Почему вы ведете машину по правой стороне дороги и останавливаетесь на красный свет светофора У общества есть права Права общества выше прав личности Вот объяснение буйству насилия в нашем обществе Мы так увлеклись правами отдельного человека, что общество потерпело кораблекрушение В спорте есть команды Игроки должны подчиняться команде, тренеру, играм Мы с глубокой грустью наблюдаем, как талантливейшие игроки терпят поражение Иногда сокрушительное, потому что не могут играть в команде Великие игроки – это командные игроки Вот почему всякие измы неправильны и вредны Шовинизм – это плохо Расизм – это плохо Феминизм – это плохо Радикальные феминистки ненавидят Бога Человека, религию, женщин, брак и детей Их озлобленность пугает Их так называемая свобода поработила их же самих Величайшее благословение, которое Бог даровал женщине – это материнство И женщины должны покориться этому Феминистки утратили радость быть женщиной Я так счастлив, что моя обожаемая мать не была феминисткой Эголитаризм – теория уравнительства – никогда не заработает Это идея, что у всех нас должна быть равная ответственность Дети не могут на равных со своими родителями вести домашние дела Детей нужно учить На одной кухне не может быть двух главных поваров Даже когда два человека едут верхом на одной лошади Все равно один сидит впереди другого Поводьями управляет только один Бог с самого начала установил, что есть кто-то главный Основополагающий закон жизни – ответственность В самолете во время полета есть один командир, на котором лежит вся ответственность Все в его подчинении Владелец лайнера и агентство по продаже авиабилетов вверили ему самолет Президент Соединенных Штатов Америки летает на самолете Air Force One Вступив на борт самолета, он подчиняется пилоту во всем, что касается полета Руководители должны передавать какие-то полномочия другим Но передав их, они должны подчиняться Подчинение – главное в руководстве Кто не передает полномочий, тот ограничивает себя только той областью, где он может повелевать Подчинение добровольно, оно не бывает насильным Подчинение для сильных, а не для слабых Подчиняться не значит уходить от ответственности В послании к Ефесинам в пятой главе в двадцать первом и двадцать втором стихах Слово «повиноваться» взято из военной лексики В лагерях для новобранцев армейская муштровка учит повиновению Власть принципиально важна Уважать власть принципиально важно Мы повинуемся Богу, Церкви, Правительству, Закону, Обществу, Родителям, Учителям, Старшим по возрасту Да, всем! Все мы находимся в чем-то подчинении Если общество осознает это, даже наши школы будут в безопасности Без подчинения нет армии Бог установил, чтобы мужчина обеспечивал духовное руководство в семье и в обществе Божью воспитательную систему можно коротко выразить одним словом Мужчина, отцы, не раздражайте детей ваших Читаем в послании к Ефесинам, 6 глава, стих 4 Отец отвечает перед Богом за свою семью Давайте посмотрим, что говорит о браке инструкция пользователя, то есть Библия Прочтите Бытие, первые три главы, о сотворении жизни и семьи Бог сотворил мужчину первым Мы не знаем почему, но Он создал так Бог создал женщину из мужчины Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они жили в общении с Ним Бытие открывает нам, что женщина была создана для мужчины Женщина была создана из мужчины Женщина была приведена к мужчине Женщина получила от мужчины имя И женщина пленила мужчину Мужчина и женщина — два самых разных существа на свете. Только Бог мог взять этих двоих и сделать их одной плотью. Бытие 2.24 и Матфея 19.5. Брак не будет успешным без подчинения, говорится в послании к Ефесинам 5.22-33. Иисус подчинился церкви, умерев за нее, и теперь церковь подчиняется Христу, главе. Мужья всецело подчиняются требованиям семейной жизни. Жены радостно подчиняются своему подчинению. Супружество — это обоюдное повиновение. Мужчины и женщины были созданы друг для друга. Им лучше вместе, чем порознь. Мужчина с мужчиной или женщина с женщиной — это извращение. Мой отец говорил мне, женись на той, что лучше тебя. Я так и сделал. Моя жена лучше меня. Я научился у нее большему, чем она у меня. Я отказался от судьбы холостяка и отдал ей свою жизнь, всего себя. Мне жаль того мужчину, который не может поставить свою жену на пьедестал. От женщин мы ожидаем большего. Хорошие супруги с радостью подчиняются друг другу. Моя жена взяла мое имя и родила наших детей, но я все равно несу в ответственность. Я жизнь отдам за нее, за мою семью. Я обеспечиваю духовное руководство в семье и являюсь ее главой. Я должен любить жену и семью так, как Христос любит церковь. Никто не будет свободен до тех пор, пока не научится, как повиноваться и служить другим. Мир не видит в Иисусе ничего великого. Иисус вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, читая мы в 12 главе послания к евреям. Радость и крест? Радость и покорность. Как миссионеры могут быть такими радостными? Как могут быть радостными люди, которые служат нуждающимся или те, кто годами заботится о своих ставших инвалидами супругах? Повиновение. Не посвятив себя всецело отношениям, вы разрушаете их. Только повинующиеся живут радостно. Вы никогда не видели ни счастливого мужа подкаблучника, ни счастливую жену, которая держит мужа подкаблуком. Поэтому повинуйтесь и живите. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин